Та-дам! Привет, ребята! Вы на канале Домашние Питомцы, с вами я и моя девочка Кая. Ну, для меня она девочка, а так она, конечно же, гермафродит. Итак, сегодня у меня такое будет интересное видео о том, заведу ли я еще улиток, будут ли у меня еще улитки-охотина. Итак, давайте поговорим с вами на эту тему. Я, скорее всего, улиток больше не заведу. Вы скажете, почему же? Потому что мне просто хватает Каи. Если я хочу пообщаться с улиткой, я просто иду общаться с Каей. Просто, ну, мне просто как-то хватает одной улитки. Да, там многие заводят там по две, по три, по четыре, там целая коллекция, там штук десять, там двадцать. Мне просто ее хватает. Я не совсем понимаю, зачем мне еще контейнеры и еще улитки. Если у меня уже есть улиточка, которую я люблю и которой я даю, ну, все по максимуму, как бы. Вот. Просто поэтому, как бы, я, скорее всего, не заведу улиток, пока у меня есть Кая, конечно. Вот. Как вы знаете, улитки-охотина могут прожить с правильным уходом аж целых десять лет. Вот. Я думаю, что за десять лет Каи у меня никуда не денется. В общем, я думаю, что, скорее всего, у меня будет то, какая. Я у нее сейчас убралась. У нее там убрано. Вон она сейчас кушает гомарус, как вы видите. У нее здесь гомарус, листики салата. И не просто листики салата, а листики салата с дачи. Можно сказать, экологически чистые, не магазинные, природные. И, как вы видите, здесь просто огромный слой кальций-смеси. То есть, все это очень обильно посыпано кальций-смесью. И, конечно же, вон там вы видите креветочек. Это гомарус, которые она также ест. Я их использую в качестве белкового прикорма. Вот. Здесь у меня мох, вон там, в большом количестве. Кая сейчас у нас кушает. Она обожает эти листья салата. Просто, я не знаю, она вот это все. Вот здесь просто и очень... Здесь, наверное, листиков три. Да, здесь точно три листика больших. Они просто друг на друга наложены. И она все это съест за ночь. Вот по-любому. Я прям уверена, что завтра с утра уже ничего не будет. Итак, еще почему я не хочу заводить еще улиток. На самом деле, как вам сказать, мне хватает каи еще в том плане, в плане уборки. Потому что все-таки уборка контейнера занимает время. Это раз. А во-вторых, матик стоит очень дорого. Если вы не шьете сами. Ну, так как я очень ленивая, я, конечно же, сама бы не хотела шить матик. А если содержать других улиток, то только на матиках. Вот. А матики, они дорогие, конечно. Плюс еще их периодически надо менять. Там, например, может быть раз в два года. Вот. И как бы, ну, не знаю, зачем. В принципе, мне одной хватает улитки. Поэтому, скорее всего, у меня улиток больше не будет. Конечно, я думала о том, чтобы завести, знаете, какую улитку? Фулика Родация Альбина. Это, в общем-то, улитки с желтой ракушкой. Мне кажется, это выглядело бы очень классно. Я думала по поводу этой улитки. Ну, что-то потом я думала, думала. И в итоге подумала, что, ну, не знаю. Нет, наверное, все-таки я оставлю Каю. Ну, в смысле, как бы я ее в любом случае оставлю. Да, это безусловно. Она у меня никуда не денется. Я имею в виду, что буду все свое внимание давать Кае. Вот. Ой, блин, она такая здоровая. На самом деле, она не такая большая. Это я просто ее крупным планом, так сказать, снимаю. Она прям, смотрите, какая здоровая. Она так еще ест. Но она не разбухла. Вы не думаете, у нее все нормально с лицом. Просто я ее снимаю крупным планом. И поэтому так кажется на камере, как будто она разбухла у нее лицо. А так она, конечно, не такая большая, как на камере здесь у нее. Вот. Вот так вот. Но если я и заведу вторую улитку, то это, скорее всего, будет фулика радация альбина с желтой ракушкой. Ретиков я заводить не хочу. Скорее всего, ретиков у меня никогда не будет. Почему? Не потому, что я не люблю ретиков, а потому, что ретикам нужен контейнер больше. То есть, если фуликам контейнеры нужны от 15 литров, то ретикам нужны от 20 литров. И мне, ну, мне не хочется такой громадский контейнер ставить, вот честно. Поэтому мне лучше завести фулик, так как им нужно меньше места, потому что они, ну, сами по себе, они меньше. Они не такие большие, вырастают, как ретики. Плюс еще моя кайя, она у меня, в принципе, не будет большой, потому что, как я понимаю, она у меня там с непонятной родословной весьма. Вот. Просто я знаю, что это фулика, но там, скорее всего, скрещивали маленьких родителей. И, скорее всего, она у меня не будет прям уж громадской. Громадской. И поэтому ей прям уж мега здоровый контейнер не нужен. Но, как вы знаете, мой контейнер соответствует параметрам размера, потому что у меня контейнер на 17 литров. Как я говорила, улитка-махатином-фулика. Кто-то пишет, что от 10, кто-то пишет, что от 15. Но, как вы знаете, у меня в любом случае контейнер больше разрешенного размера. Вот. Так что контейнер я и менять также не буду, потому что 17 литров, мне такой контейнер очень удобен. В том плане, что он не такой громоздкий. Его очень просто там переносить. Кто-то скажет, ну, господи, что вам там 3 литра. Но мне вот не хочу я 20 литров. Не хочу и все. Да и не надо. Поэтому, собственно, ретиков я и не завожу. И не буду заводить. Скорее всего, в дальнейшем. Вот. Собственно, на этом я, наверное, буду с вами заканчивать видео. Надеюсь, вам понравилось, как ест Кая. Она так очень странно и интересно ест. За этим очень интересно наблюдать. В общем, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите свое мнение в комментариях. И всем пока. До новых видео.